Российский футбольный союз и Газпромбанк Акционерное общество представляют программу Мама знает все на Авторадио. Друзья, всем привет. Добрый вечер. У нас сегодня для вас сказка или сценарий для кино. Реальную историю, которую мы вам сейчас представим, можно в принципе трактовать и так и так. Невероятный поворот жизни российского футболиста, который по его выражению с самых низов поднялся вверх столь стремительно, что спортивная общественность пришла в самый настоящий шок. Речь о том, как в российскую премьер-лигу ворвался футболист Владимир Писарский, который на момент выхода программы в эфир стал лучшим бомбардиром сезона и вообще явлением в современном отечественном футболе. Он не заканчивал Академию профессиональных клубов. Он работал и в баре, и на складе автозапчастей, попутно тренируясь. И в итоге добился поразительных успехов. Такое случается редко, но тем не менее. Конечно, мы, как всегда в нашей программе, в первую очередь будем разбирать не чисто спортивные моменты. Нам интересно зайти с другой стороны. Семья, близкие люди, друзья, детство, воспоминания. А главное в программе «Мама», которая знает все. Программа, подготовленная по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка» в студии ведущей Татьяны Гордеева и Катрина Гайсина. В качестве превью несколько фраз, которые, по нашему мнению, не могут не зацепить на старте. Я звоню классному руководителю и говорю, нужны будут документы и характеристика. А мне учительница говорит, а какую я вам характеристику дам? О том, что он подделал табель? Как березка, гибкий был. Коленостопы у него очень хорошие. Он хорошо мяч очень держал. У нас, правда, условия очень плохие были. Поле качковатое. И в детстве трилляж на него падал. И в бочке с водой тонул. Этот путь его действительно сложный. Он прошел не как у всех футболистов, не через академии, а через улицу, дворы, игру в школе. Подробности про этого человека впереди. Будут тренеры, товарищи по жизни и по футболу. Но самое главное будет рассказ мамы Елены Владимировны Писарской. В 96-м году в Крыму, в Симферополе, если точнее в Красноперекопске, это рядом, она родила мальчика, сына, которого назвали Володей. Владимиру, как мы теперь понимаем, светило необычное будущее. Хотя начинался его путь не в самые хорошие времена. Вообще, конечно, 90-е годы были тяжелые. Проблемы были с зарплатами, не давали. Если честно, когда вот я в 94-м году родила дочку, как-то было это чуть полегче. А воле, конечно, бедному перепало. Почему? Потому что обычно в маленьком возрасте детям варят кашу на молоке, нам приходилось варить кашу на воде. В любые времена, но, пожалуй, кроме нынешних, подчиненных гаджетам, мальчишки массово выходили во двор и играли в любимую игру – футбол. Дворовый футбол – это было такое прекрасное явление, это был тренд, если хотите, который держался десятилетиями и заразил игрой огромное количество ребят по всей стране. Владимир Писарский получил отличное уличное спортивное образование. Потом сам записался в секцию. В общем, футбол его увлек настолько, что он решил все-таки попробовать поучиться и у настоящих профессиональных тренеров. Ну и мальчик пошел со своей инициативой к маме. Это был седьмой класс. Он приходит и говорит, мам, можно я поеду в Краснолесье на просмотр? Ну и я же ему поставила условие. Вот закончишь седьмой класс на 4-5, значит поедем. Ну вот, конец года, приносит табель, счастливый, четверки, пятерки. Соответственно, он со своей стороны постарался. Нам пришлось держать слово, поехать в Краснолесье на просмотр. Много деток было со всего Крыма. Ну, мы попали. Нам сказали, забирайте школьное, получается, дело, берите характеристику. Ну, все-все дали перечень документов, которые мы должны были предоставить. Соответственно, я звоню классному руководителю и говорю, так и так, будем переходить в училище Олимпийского резерва. Нужны будут документы и характеристика. А мне учительница говорит, а какую я вам характеристику дам? О том, что он подделал табель? Я была, если честно, в шоке. Считаю, это абсолютно нормальный авантюризм увлеченного мальчишки. Я, правда, я не понимаю, как чисто технически он смог это провернуть. Зато я прекрасно теперь понимаю, откуда появился весь этот эпатаж и яркие поступки, которые сопровождают нынешнего футболиста Писарского. Все из детства. Ты про его уже взрослую громкую историю с предложением руки и сердца на футбольном поле. Конечно. Тем, кто не в курсе, рассказываю. Владимир Писарский во время одной из игр устроил настоящее шоу. Сначала забил гол, а потом ринулся к трибунам. Там ему дали букет и кольцо, которое он вручил своей девушке. Пикантность еще в том, что за 10 минут до своего гола Писарский получил желтую карточку. По правилам, арбитр матча должен был выписать нападающему второе предупреждение за нарушение регламента и удалить. Но он этого не сделал. Не стал портить праздник. Свадьба намечена на лето. Посмотрим, какой финт выкинет Писарский в связи с этим событием. А пока наблюдаем еще один интересный процесс. Болельщики и футбольные эксперты сейчас привыкают к тому, чтобы называть Писарского именно Писарским. Потому что в российский футбол он зашел под фамилией Сычевой. Сычевым он и прославился. А теперь Владимир Сычевой – это Владимир Писарский. Молодой человек официально поменял фамилию. Таким образом, Володя решил проявить уважение к своему отчиму, который воспитывал его с самого раннего детства и стал по-настоящему родным человеком. Комментирует мама. Был момент, когда он был еще подростком, ему не нравилось свое имя. Хотел бы сменить имя. Но видно потом, когда повзрослел и вообще понял, через кого был назван, у него, само собой, отпало желание поменять имя. А насчет фамилии мы даже не думали. Потом я с ним и говорила, говорю, Володь, а может быть и не надо менять фамилию? Ведь, знаете, как говорят, как назовешь пароход, да, или там корабль, так вот и поплывет, получается. Его уже фамилию многие знают. А тут это совсем другой, получается, человек. Уже может другая быть история. Ну, то есть, не хотелось, чтобы менял коней на переправе. Но это его решение. Притом решение уже окончательное и обжалованию не подлежит. Мало того, молодой человек меняет и отчество, таким образом окончательно разрывая связи с родным отцом. И вот Владимир Александрович, теперь Владимир Васильевич. И, с одной стороны, очень трогательно, а с другой, ну, как-то вот совсем непривычно, что ли, нестандартно. Согласна. Некая безбашенность в целом в поступках Писарского, конечно, наблюдается. При этом мама рассказывает, что они в семье старались его воспитывать, ну, очень строго. Я его старалась держать в тяжелых рукавицах, ругать и наказывать, и в угол ставить. Ну, все было. Бывает такое, что Вова говорит, что я порой вас был ненавидел, ненавидел, но прошло определенное время, он стал все это переосмысливать. И вот он мне говорит, мам, благодаря тому, что ты вот так меня держала в рамках, я благодарен тебе, говорит. В итоге все сложилось так, как должно было сложиться. Но мы вернемся к событиям с поддельным табелем. Маме, перед тем, как отправить сыны на обучение в училище Олимпийского резерва, пришлось поставить ему очень жесткое условие. Когда, естественно, мы у классного руководителя потом забрали характеристику, нам, конечно, классный руководитель тоже сказал, значит, если вы там не задержитесь, то не возвращайтесь, какую хотите в школу идите, но только не сюда. Я, естественно, вышла, значит, и сказала, делай все, хоть землю грызи, но докажи, доучись. В общем, так и случилось. А вот это очень хорошая установка от мамы для мальчика. Хоть землю грызи, но докажи. Надо понимать еще, что в тот момент Писарский был вовсе не тем высоким, мощным парнем, коим является сейчас. Вспоминает тренер училища Олимпийского резерва Николай Сергеевич Гороженко. Мальчишка пришел худенький, высокий, как березка, гибкий был. Голеностопы у него очень хорошие, крутятся вокруг своей оси. Он хорошо мяч очень держал. У нас, правда, условия очень плохие были. Поле качковатое все было. Но старались, работали. В принципе, слушал то, что говорилось ему. И тем не менее, после училища этот мальчишка оказался неудел. Не накинулись на него крымские футбольные клубы с предложениями. Его никуда не взяли. Возможно, где-то может быть и наша вина. Почему? Потому что как-то мы были в Красноперековске, с тренером были встречались. Нам тренер тогда еще намекнул, что в больших городах родители платят, чтобы их чадо поиграло в футбол. Ну, это же был давно как бы разговор. Четыре года учился в этом училище. И когда пришло время, нам вручили аттестаты об окончании. Никто никуда его не взял. И мы решили поступать. Я ему предлагала или в техникум, или в институт. Он отказался. Он захотел получить образование повара. Он думал, что там учиться не надо. А получилось наоборот. Нужно было знать технологические карты каждого блюда, учить химию. В общем, хотел как лучше, а получилось как всегда, как говорится. Но ничего. Еще один примечательный эпизод в жизни Владимира Писарского – это его обучение на повара. О, да. Ну, и при этом, конечно, постоянные подработки. В поисках себя, а главное, в поисках денег. И опять, рядом друзья. Знакомьтесь, Богдан Сбуровский. Володя работал, кем он только не работал. Мы крутились как могли, грубо говоря. Это студенческие годы. Надо было зарабатывать на свое увлечение, на времяпровождение. То, что родители как бы давали, этого не хватало, хотелось чего-то большего. Мы работали официанты, бармены, там, уезжали на сезон на лето, на южный берег Крыма. Работы было не с честь просто. Где был заработок, там и мы. Чуть подробнее об официанте Писарском. Как он сам рассказывает, цитирую. Работа как работа. Я в то время не выпивал. Максимум раз в неделю немного. Интересные ситуации бывали. Заведение было не пять звезд, так-то случалось всякое. Я человек общительный, позитивный, много общался на работе. Когда человек в кондиции, начинаются разговоры. А мне сложно, что ли? Составлю компанию. Но только в разговоре. Мы тоже люди общительные и тоже готовы продолжить разговоры с вами. Но сейчас надо сделать небольшой перерыв. Мы скоро вернемся. Про Писарского есть еще много невероятно интересных фактов. Мама знает все. Мамы футболистов делятся своими секретами воспитания. На Авторадио. Читаем заголовки спортивной прессы. Звезда сезона российской премьер-лиги, которая зажглась из ниоткуда. Новый игрок сборной России, объект интереса чемпионов страны и новая надежда крыльев советов. Главное открытие чемпионата России. Форвард, который уже наколотил. Ну и дальше там статистика постоянно меняется. Сколько он наколотил голов? Много. Это все Владимире Писарском. Про него сегодня говорим. Мама знает все. Проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Продолжаем. Писарский удивляет не только своей результативностью на поле. Он вообще действует нестандартно. С какой-то такой мальчишеской наглостью и трогательностью одновременно. Об этом и говорит мама Елена Владимировна. Все время как мы удивляемся. Нам, конечно, безумно приятно, допустим, что-то раз, вот, как говорится, и от чебучек забил гол, снимает свою футболку, а там мама, папа, я вас люблю. Поясню. Осенью 22-го года Владимир, тогда еще выступавший за Оренбург, оформил дубль ворота «Динамо». После первого гола он снял с себя майку, под которой оказалась еще одна майка, с той самой надписью «Мама и папа, я люблю вас». Ну, конечно, восторг у болельщиков, да и у меня восторг. Говорят, у него есть и посвященная родителям татуировка. Но это не точно. Абсолютно достоверно известно, что столь успешный ныне Писарский до того, как попасть в российскую премьер-лигу, помимо работы официантом, работал еще и кладовщиком в магазине автозапчастей. Вспоминает мама. Он работал в магазине автозапчастей, ночей подрабатывал барменом, ночью не спал. Потом приходил со смены утром, пару часиков перетемал, потом побежал на тренировку в «Крым-теплицу». «Крым-теплица» — это название футбольной команды такое. Какое-то время Володя поиграл в ней, но потом была травма, которая привела Писарского к мысли закончить с профессиональным футболом, практически ничего в нем не сделав. Просто получилось так, что тяжелая травма колена осложнила отношения с тренером «Крым-теплицы». Об этом может рассказать тренер еще и школы Олимпийского резерва Денис Александрович Ходоков, который в определенный момент оказался в той же команде. До моего прихода в «Крым-теплицу» у него уже был один заход в эту команду. Можно сказать, был неудачный. У него сложилось недопонимание с предыдущим тренером. У него была травма колена, которая его действительно беспокоила. И тренер почему-то думал, что Володя Силонев отлынивала тренировок, прикрываясь этой темой. Но я знаю Вову, что он не сачок, он предан футболу. Действительно она его беспокоила. И мы даже с ним эту тему разговаривали, когда я еще не работал там. Получилось так, что его отчислили из этой команды. Это была ситуация, была история. Но опять же, вернувшись, когда я уже пришел в эту команду работать тренером, я знал его потенциал. Я доверял ему во многих играх. Были моменты, когда он где-то передерживал мяч в ущерб игровым действиям. Но до последнего я доверял ему. Он играл у меня в стартовом составе. Это был правильный шаг с моей стороны. Почему? Потому что непосредственно за счет его индивидуального мастерства, его и заметили за счет его нестандартных действий в Крыму. А следующий этап уже, когда он попал после РПШ в Оренбург, конечно, там уже были другие требования. Он, в принципе, уже раскрыл там себя в полной мере. Про Оренбург чуть позже. Сейчас еще подробности про ту самую травму. Слово Виталию Абрамову. Никогда не верилось, что когда-то он сможет стать профессиональным футболистом, так как условия совсем были не те. Единственный момент, который мне практически доказал, что он точно не будет играть, это когда он получил травму. И как бы клуб сказал, ну, иди сам восстанавливайся. Мы за тебя платить не будем. И зарплату тебе в это время не будем платить. Как восстановишься, может быть, придешь, а может и нет. Ну, и я понял, что в Крыму, наверное, с этим плохо. Хотя клуб один из самых уважаемых клубов в Крыму. Вот. И поэтому, ну, как бы логически подумать, что футбол уже, наверное, не будет частью жизни. Вот действительно момент, когда футболист задумывается о том, что лучше работать на складе автозапчастей, чем бегать по полю. Правда, что касается Писарского, он все-таки поигрывал, скажем так, за дубль той же команды. Ну, это скорее не от тяги к футболу, а из желания подработать. Когда он еще подрабатывал в магазине автозапчастей, и плюс его приглашали там на тренировки и там поучаствовать в каких-то футболах, ну, как в выборах, ему гонорар давали пять тысяч. Это уже когда потом его приняли официально вот в этот клуб, уже тогда он тысяч двадцать получал. Ну, то есть небольшие деньги. Но пока не приняли. И пока в Крымтеплице давали пять тысяч за игру, плюс была зарплата на складе тридцать тысяч, Писарский, по его же словам, был вполне доволен и, в общем-то, не собирался возвращаться в команду на постоянной основе. Не дали возможность Писарскому просто поигрывать время от времени. Поставили условия. Или приходишь на работу по полной программе, или никак. Как же хорошо, что это произошло. Ведь футболист был в шаге от того, чтобы вовсе отказаться от карьеры. Этому моменту очень рад тренер Писарского по школе Олимпийского резерва Николая Сергеевича Гороженко. И, конечно, с гордостью говорит о том, как он разглядел настоящего футболиста. Начали заниматься в Крым-Теплице. Тренерам перезвонил, подсказал, чтобы посмотрели. И вот потихоньку, потихоньку. И голова пошел, и пошел, и пошел. Потом уже вон. Потом тренерам звонят и говорят, вот он голову не поднимает, мяч держит, никому не отдает. Кири-пири. Я говорю, ребята, давайте мы с вами так поговорим. Я хоть в одном ошибся, кто заиграл в командах мастеров. Были у меня и в первой лиге, и во второй. И в высшей лиге, первенство это было еще Украины, и Заря Луганский, пока Севастополь, и футбольный клуб Титан, первая лига. Ну, много ребят играло в ней. Ну да, ну да, не ошибся. Ну вот, дайте ему почувствовать футбол и запрещайте ему работать с мячом, потому что ему дано это. Вот он бога дано, он с мячом работает очень хорошо. Тогда еще Сычевой, а теперь Писарский, 4 года провел в команде Крым-Теплица, однажды став лучшим бомбардиром именно местной лиги. А потом, в один прекрасный день, на игру Крым-Теплицы попал агент, который приехал отсматривать какого-то игрока, не Писарского, но приехал за одним, а увез на материк другого. Мама вспоминает. Был очередной матч в Крым-Теплице. Он играл, принимал участие в футболе. Его там заприметили через тренеров, предложили поехать. Выртыш с радостью откликнулся и поехал. Мы были только рады. О том же событии, но более подробно и пафосно, рассказывает друг Владимира, Павел Миняйлинка. На одной из игр пришел какой-то скаут и как-то заметил лоху. На игре с Крым-Теплицем, кстати, тогда городе гол не забил, просто неплохо сыграл. И после этого он ему предложил, получается, в команду дуртыш. Там тоже за какие-то денежки, в принципе, плюс-минус такие же, как он получал здесь в Крым-Теплице, решил поехать в ФНЛ, начать играть там. В принципе, игра в ФНЛ это уже очень даже неплохой результат. Это уже профессиональный уровень. Высшую лигу это было какое-то вообще достижение для нас, потому что для любого парня, играющего в футбол с детства, а тем более, как на данный момент он является лучшим бардером, это вообще что-то игроку сборной России. Просто невероятное достижение. Итак, в 2020 году Писарский переезжает в Омск в команду «Иртыш». А спустя год и пять голов за «Иртыш» Владимир пришел в футбольный клуб «Оренбург», вместе с которым добрался на российской премьер-лиге. А с очевом теперь о Писарском громко заговорили. И было это именно тогда, когда он начал играть за футбольный клуб «Оренбург». Ну, потому что молодой человек и по два, и по три мяча за одну игру забивал. И как-то быстро опять, буквально через год Писарского вызывают в национальную сборную. Мама, семья, друзья, конечно, все очень рады. Он позвонил, получается, это было осенью в прошлом году, и сообщил, что его пригласили в сборную России. Естественно, мы за него порадовались. Было бы хорошо, если бы, конечно, получилось забить гол. И так сложилось, что никому не получилось забить гол. Много болельщиков, людей критиковали, что это за сборная. Ну, легко говорить. А ну, попробуй сам побегать все эти 90 минут, когда сильный соперник. У каждого стоит задача не пропустить гол. Конечно, мы очень рады, что у него такие успехи, что он достиг всего этого. Желаем, конечно, чтобы не останавливался, доказал, что он действительно лучший. Должен доказать. Сейчас уже ничего не кажется невероятным. Хотя сам Владимир Писарский говорил, что вообще никогда не предполагал, что у него будет возможность оказаться в сборной. И для него не было важно, что матч тут был товарищеским. Для футболиста было очень ценно, что вызвали, что он ощутил, каково это быть лучшим игроком России, работать с тренером сборной. Это уже было выше того, что он мог себе пожелать. Тренер национальной сборной Валерий Карпин на пресс-конференции после той игры, в которой как раз принимал участие Писарский, отметил, что если бы ему, например, года три назад сказали, что он вызовет в сборную парня без школы, до которой работал барменом, он бы не поверил. Но факт остается фактом. Писарский был замечен главным тренером сборной. Тренеры понятны. Но вот болельщики любят Писарского не только за результативность. Народу нравится, что он такой открытый. Дает предельно откровенное интервью, периодически чудит на поле. Ну да, про предложение руки и сердца по ходу игры мы уже говорили. На одном послематчевом интервью Писарский попросил задавать ему поменьше вопросов, иначе он не успеет на пиццу в раздевалке. Ну, так ему через несколько игр эту пиццу прямо на поле вынесли. И он, попробовав кусочек, показал всему стадиону свое истинное удовольствие. Вообще чувствует себя в премьер-лиге легко и свободно, как будто с юношеских лет играет на этом уровне. Теперь интересно, как будут дальше развиваться события. К концу 22-го года к Писарскому выстроилась очередь из команд. СМИ писали об интересе к форварду со стороны «Зенита», «ЦСКА», «Краснодара», «Торпеда». А он в начале 23-го года перешел в самарские крылья советов. Как Писарского встретили в крылышках, какие планы на него в команде, рассказывает главный тренер футбольного клуба Игорь Витальевич Осенькин. Этот путь его действительно сложный. Он прошел не как у всех футболистов, не через академии, а через улицу, дворы, игру в школе. И вот эта нестандартность его мышления и нестандартность поведения на поле в определенных ситуациях, конечно, работает на него и в положительном, и в отрицательном смысле. Нам надо сейчас все-таки немножечко отшлифовать его игру, потому что есть у него и такие вот вещи, на которые можем повлиять, когда он поймет, что от него требуется, и стабилизирует свои технические возможности. Но в данный момент мы все-таки хотим его использовать таким образом, чтобы в первую очередь проявлялись его сильные качества. А я уже говорил, он бомбардир, он такой игрок, который хочет забивать голы. И мы его прежде всего, его действия акцентируем на штрафную площадку. Он должен там искать мячи, встречаться с ними, забивать. Он хочет развиваться, он хочет быть таким вот органичным членом команды в любом этапе игры. С ним в этом плане достаточно комфортно работать, он хочет расти. Писарский, по его собственным словам, в команду вписался отлично, рассказывает, что адаптация прошла быстро. Владимиру импонируют, что в крыльях все очень харизматичные, поэтому ему очень комфортно. Ну, он, конечно, харизму-то еще добавит. Конечно. Так, у нас сейчас вновь небольшой перерыв, но мы не прощаемся. В своем первом матче из-за крылья Советов футболист Владимир Писарский забил угол. Дебют удался. И, конечно же, гол был отпразднован в оригинальном стиле. Форвард взял дирижерскую палочку и сделал вид, что дирижирует оркестром. Сам потом прокомментировал это следующим образом. Как уже многие слышали, меня называют дирижером или артистом, поэтому я добавил чуть остроты. Об этой артистической натуре сегодня наша программа, которая создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии Татьяны Гордеевой и Катрины Гайсина мы продолжаем. Совершенно очевидно, что сейчас Владимир Писарский идет в гору. Его карьера в настоящее время – это повод для гордости родителей, друзей, радость для болельщиков и тренеров. Тем интереснее играть на контрастах, как говорится. И прямо сейчас в нашей программе крупным опытом выдать на гора истории из детства нашего героя. Истории, которые и повеселят, и удивят, а кого-то, возможно, и возмутят. Ну, давай начнем. Эпизод первый, как школьник Володя воровал деньги. Учительница в первом классе специально оставляла деньги на столе и как бы проверяла, есть ли вот вообще, ну, воровство в классе это. Ну, и тот посмышлененький, посообразительней, говорит, давай. Говорит это. Возьмешь, я постою на шухере. Вола взял денежки. Что ж про Украину были? 20 копеек взял. Приходит очередной раз со школы, говорит, мама, тебя вызывают в школу. А я говорю, что случилось? А он говорил, я украл две десятки. И пока, бывает, пальчиками, ну, как копеечки. Я про себя думаю, господи, слава богу, что хоть копеечки, а не купюры, потому что на тот момент это были большие деньги. Я же, естественно, к нему с вопросом, а куда же ты эти деньги делал? Он говорит, а мы с другом пошли в столовую чай попить. Я говорю, Волг, так мы что, тебе дома чай не даем? А учительница, когда вернулась в класс, дети-то видели, что он стянул. В общем, короче, сдали его с потрохами. Конечно же, мама не могла оставлять без внимания моменты, когда ее сын, ее дети, напомню, есть еще старшая сестра Наташа, есть еще младший сын, ведут себя неправильно, плохо. Елена Владимировна решила воспользоваться в натуральном смысле этого слова старым дедовским способом, но что-то пошло не так. Когда я сама была ребенком, провинилась, и папа меня выгнал за дверь. Сказал, нам воров не надо. Как сейчас, помню, встала возле двери, ну, то есть меня выгнали в подъезд, стою, жду, мне страшно куда-то идти, жду, когда меня простят и, опять же, примут семью. Проходит время, уже и Вова, и Наташа же у меня появились. И что-то Вова там, ну, как очередной раз, что-то начудил. Я же решила точно так же сказать. Нам воров не надо. Так, до свидания. Я говорю, что считаешь нужным? Бери свои вещи и, получается, до свидания. Он, недолго думая, подговорил Наташу, говорит, пойдешь со мной? Наташа решила вместе с ним пойти. Зима, рано ж темнеет, муж собирается в ночь на работу. Дети ушли. Ну и что? Получилось все наоборот. Я и бегала, я их искала. Ну, я к тому, к чему это все рассказываю? Что, как нас воспитывали и как мы на все это, ну, реагировали и воспринимали, насколько это отличилось, когда вот я решила этот метод применить, да, в своей семье. Думала, что как-то до них дойдет, перестанут, например, никуда не пойдут, тоже будут ждать, когда их простят. А получилось. Дети совсем другие. Теперь, как на следственном эксперименте, выступает другая сторона со своей версией. Рассказывают сбежавшие дети, вернее, одно детем, сестра Наташа, у которой разница в возрасте с братом Вовой меньше, чем два года. Мы с мамой и с братом были дома. Что-то они не полазили, что не могу точно сказать. Мама выгоняет его с дому, с квартиры. Ну, и мы что-то с братом пошептались, пообщались, он мне там что-то рассказал. Мы собрались, закрыли дверь и ушли. Ушли без разрешения, без спроса. И пошли, получается, к нашей бабушке Тася. Темно, холодно. Ну, мы потихонечку-потихонечку пошли. Соответственно, нас долгое время не было. Наша мама позвонила своей маме и спрашивает, интересуется нас, пришли мы, не пришли, где мы, что мы. В итоге нас не было у бабушки Люды. Они были в шоке. Они собираются и ищут нас. Пошли до бабушки Тася. Мы были у бабушки. Она нас как бы встретила. Мы с ней пообщались. Тоже уже сказали ситуацию, что ушли с дому. Вот. Бабушка ну, как бы нас приняла. Накормила, помню, мужа даже. Ну, тут появилась наша мама. Мама в шоке. Мы в шоке. В итоге она нас забрала домой. Пока мы шли по дороге домой, она, соответственно, нас ругала, объясняла, что так делать нельзя, что мы поступили неправильно. В итоге она нас наказала. В общем-то, маму несложно понять. Это не единственная история, по итогам которой можно оправдать маму за то, что она наказывала детей. Да. Продолжаем. Эпизод следующий. Рассказывает друг Владимира Писарского Виталий Абрамов. Он еще тот хулиган. Маме не раз приходилось за него краснеть. Конечно, нам, друзьям, было весело наблюдать за этим всем, что он вытворял. Мы втроем играли на одни ворота. Пингвин мы это называли. И он что-то проиграл. Играли мы на проигрыш удар на пятую точку. Он пропустил последний гол. А мы играли во дворе. И он со злостью побежал, ударил мячик. А мяч как раз только подскочил на камушки там. И он со всей силы ударил. И одному деду разбил стекло. Позже мы втроем убежали в другой двор. Спрятались в подъезде на четвертом этаже, как сейчас помню. Ну и затем вроде все тихо, утихло. И мы приходим во двор. Думали, ну все, спокойно. Никто не понял ничего. Тем не менее, родители, тогда еще старство небесное, дедушка его был жив. Дедушка стоял, мама. Уже все ждали, так сказать, Вову, когда он вернется, как-то мы придем. И отругали его тогда. Его надолго закрыли дома. И он долго не смог с нами встречаться. Мы понимаем, что маме было, ну, вообще не скучно растить своего любимого сыночка. Да, только успевай наказывать, следить и спасать. Малочку чудел, всякие истории вляпывал, вся передряги. В общем, и в детстве треляш на него падал, получается. Зеркало разбивалось, но мы, слава Богу, без ушибов там все хорошо. И в бочке с водой тонуло. У нас были дачи. В зимний период времени нет уж воды, да, чтобы трубы не перемерзали, вода не подается. А были вкопанные в землю бочки 30-литровые. И с осени вода набиралась в эти бочки. И мы потом этой, как бы, водой пользовались. Детям была забава. Они игралися. С этой водой брали пластиковые бутылки, набирали воду. Возле бочки этой выливали, опять черпали, набирали. Я же, как бы, контролировала, чтобы не упали, все. И говорила, не лейте рядом, потому что оно же раскисает. И вот очередной раз Гоа решил набрать воду. А земля уже размякла там. В общем, он забуксовал в эту воду. Ну, как бы, и нырнул. А это же 200 литров. Ну, глубокое, получается. Он там успел как-то там выкрутиться, да, как лягушонок выскочил. Вот это держится за эту бочку, кричит. А дочка рядом смотрит. Ну, у них год и восемь ранятся. Смотрит и наблюдает, что будет дальше. Ну, когда я уже оглянулась, глянула. Господи, боже мой, что там? Ну, в общем, естественно, созвость еще по заднице дала за то, что не послушались. Зуб на зуб не попадает. Был стресс, короче, для него, ну, для всех. Обратим внимание, что, невзирая на совершенно разные по своей драматичности истории, финал во всех практически одинаковый. Он абсолютно логичен. Но самое интересное, что артистизма, жажда приключений и умение вляпываться в ситуации Владимира меньше не становилось. В школе с юным предпринимателем писарским однажды произошел случай, о котором вспомнил друг Виталий Абрамов. Ну, он вообще с детства сам привык зарабатывать сам. Продавал петарды, покупал их, продавал в школе. И тогда он пришел, где-то мы были в классе шестом, он пришел к трехклассникам или четырехклассникам, и там решил продемонстрировать, что у него крутые петарды. И одну из петард он говорит, ну вот, смотрите, и закинул ее в унитаз, и унитаз на две части разломался. Ну, и после этого тоже пришлось родителям красить, а нам, конечно же, это было забава. И, как мы понимаем, сын опять же был наказан. Но это не изменило в целом ход событий и принципов Вовы Писарского, и мама откровенно в этом признается. Поступили в Симферокский этот колледж. В августе месяце, значит, нужно было им пройти практику. Педагог сказал, приезжайте. Их заселили в общежитие, выделили комнату, а в комнате не было холодильника. Ну, это очередной раз, ходя по коридору, обратили внимание, какая-то комната была открыта, и там стоит холодильник. Никого нет. Взяли из этой комнаты, переставили себе холодильник в свою, короче, занесли. Приехал, когда хозяин холодильника, естественно, поднял кипиш, значит, это. Встал вопрос о подчислении из общежития. Вот, стади боже мой, еще даже не начали учиться. Ну, то есть, понимаете, все время какие-то приключения. У нас прямо суперэксклюзивные материалы на нынешнюю футбольную звезду. Остается только добавить еще несколько штрихов о том, как наказывались все детские и юношеские шалости, и получить полную картину формирования уникальной личности. В этом поможет сестра Наталья. Стояли в углу, думали, спросили прощения. Не с первого раза нас отпускали с угла. Было такое, что даже стояли на коленях. То есть, мама у нас была строгая, но справедливая. И она как бы пыталась нам объяснить, что эта жизнь как бы нелегкая, трудная. И мы с этим столкнулись. Соответственно, прошло время, мы как бы это все вспоминаем, как бы и смешно, и с другой стороны плакать хочется. Но это жизнь. Нас так вырастили, нас так воспитали. Поэтому можно было как бы вспомнить такие случаи, истории из нашей жизни, из нашего детства. Мы с удовольствием поспоминаем еще. И о современных событиях тоже еще поговорим, но сейчас у нас небольшая пауза. Мама знает все на Авторадио. Владимир Писарский. Главное открытие российского футбола в 2022 году. Форвард после дебюта премьер-лиги за несколько месяцев стал одним из самых заметных игроков высшего дивизиона. Крутой взлет, неожиданный прорыв, но за ним такая история, такая абсолютно нехарактерная для футболиста биография. Учеба на повара, работа официантом, кладовщиком в магазине запчастей. Практически прощание с футболом потом в 26 лет. Вот это все, о чем сейчас не утихают спортивные медиа. Лучший бомбардир сезона, который удивил всех еще и тем, что на фоне максимального интереса к себе, поменял фамилию. СМИ только раструбили, абсолютно заслуженно, что российский чемпионат покорил крымчанин Сочевой, как этот самый Сочевой становится Писарским. Молодой человек взял фамилию отчима в знак благодарности ему за настоящие отеческие чувства и заботу, проявляемые с самого детства Владимира. Притом, как бы шутя, футболист заявляет, с фамилией Сочевой были еще цветочки, а что будет с фамилией Писарский? Ждите. Приятного просмотра. Ну, я ему верю. И мама Владимира, конечно, надеется, что то ли еще будет. Поэтому Елена Владимировна, ранее вполне равнодушно относившаяся к футболу, теперь погрузилась в футболисты. Елена Владимировна, с вами солидарна целая армия болельщиков. После всех детских приключений, которые приключений, после всех юношеских авантюр, в которые легко ввязывался Володя, теперь, по мнению мамы, сын на верном пути. И, конечно, сама мама сыграла в этом большую роль. Для меня самое главное, чтобы была дисциплина. Все-таки вот со вторым папой, да, вот получается, это же второй муж. Папа мягко, лояльно относился, ну, то есть, не ругал их, не наказывал. Мне приходилось, знаете, как выйти за мужика и за женщину, да, получается, и кнутом, и пряником. Но он сам хотел же это, поэтому ему не препятствовали. Ну, а главное, что там были тренера, Денис Александрович, Александр Васильевич. Вот благодаря вот им все-таки они как мужчины, названные отцы, они там мальчишек держали в строгой дисциплине, чтобы не курили, чтобы воровства не было. Все-таки, слава богу, что благодаря, что он увлекался вот этим футболом, стали на правильный путь. Как точно подметила Елена Владимировна про тренеров, а не правда, как названные отцы. Ну, увы, не все. Хотя Владимиру Писарскому повезло, среди его наставников были именно такие. В частности, Николай Сергеевич Гороженко, тренеры Симферопольского училища Олимпийского резерва. Ты и отец, и мать, и врач, и психолог, и добыть всех денег, и прочие дела. Так что спортивная школа, тем более там, после украинской спортивной школы, это там вообще голый вастр был. То, что сам тренер добудет, то и хорошо. Деньги на транспорт, и на участие в первенстве Крыма. Ну, в общем, в общем-в общем. Ходилось крутиться, как белка в колесе. Так что я, в принципе, видел в нем такие, знаете, задатки. Вот должен был заиграть. Есть как бы детских тренеров, которые детей любят, и которые любят свою работу. Есть чуйка такая, что вот этот мальчишка должен заиграть. Чуйка себя оправдала. И награда должна найти своего героя. Пусть даже фигурально. Пусть по-настоящему. Все-таки Володя на самом деле этого достойно. И в словах мамы по этому поводу предостаточно аргументов. Дело в том, что мы проживаем в маленьком городке. Таких вот у нас нету спортивных дворцов, бассейн. В общем, у нас просто маленький городок. Он сам себе протаптывает дорожку. Это его заслуга. Вот он на сегодняшний день у нас футболист. Ну да, мы его поддержали. Значит, он и поступил в это училище. А так, естественно, это заслуга только его. Если бы он там ленился, не занимался, он бы и не достиг того, что на сегодняшний день он имеет. Он, конечно, умничка, трудоголик. Как мне нравятся в нашей программе вот эти переходы. От рассказов о том, как получал по заднице за хулиганского, до искренней радости за сына умничку. Интересный момент про подарок папе, отчиму. Нет, все-таки он считает его папой. Когда учился в Краснолесе, да, вот в училище этого олимпийского резерва, и мы приехали очередной раз на родительское собрание. Учеба ничего, а поведение. Вот у всех этих мальчишек страдало поведение. Ну, как подростковый же возраст, хихиха, хансы. Кто-то из родителей приехал на Лексусе, в таком большом-большом получается. И вот Вова такой проходит мимо этого Лексуса и говорит, вот я когда вырос, я вам куплю вот такую машину. Мы еще так посмеялись. Вов, игрушечную что ли. И вот действительно, благодаря своим вот стремлениям, он купил папе машину. Ну, правда, не Лексус, почти. В слове «почти» всегда есть перспектива. И это точно. И на то, что у Писарского перспективы самые замечательные, надеется не только семья, но и, конечно, тренеры. Особенно те, что были первыми. Учили его еще мальчишкой. Денис Александрович Ходоков. Я думаю, что у него еще есть предел роста, поэтому все зависит от него. Если он будет так же играть, до нынешнего команда «Крылья Советов» показывать такую же результативность, что не за горами, у него будут варианты в более топовых командах в российской нашей премьер-лиге, а может быть и зарубежья. А с Владимиром уже плотно работают по этому плану. Это подтверждает главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Игорь Осенькин. Мы пытаемся улучшить его игру. Растет понимание игры, умение ее более широко смотреть. Бороться с ним в этом плане не надо. Он достаточно квалифицированный футболист. Есть, конечно, что его манере игры надо подрихтовать. Каждый тренер последние годы этим занимается, и у него есть прогресс. Сейчас он уже совершенно не такой игрок, который приехал когда-то несколько лет назад из Крыма. В каждой команде, от каждого тренера он впитывал знания и развивался. Мы точно знаем, что футболист, за развитием которого сейчас пристально следит огромное количество людей, очень трепетно относится к своим друзьям из детства, из юношества. Владимир хотел, чтобы в программе обязательно прозвучали его самые близкие товарищи. Так они звучат. Друг еще по училищу Олимпийского резерва Александра Терещенко о том, какие изменения произошли в их отношениях после того, как Владимир уехал из Крыма. Ну, в принципе, есть одно изменение такое глобальное, серьезное. Это только место его проживания так и ни в чем не изменился. Как было, так и остался. Мы его, бывает, провожаем. У нас есть одна такая коронная фраза, так сказать. Вайбер, ватсап, если что. Спишемся, увидимся. Поэтому по видеосвязи часто общаемся. Мы живы, понятно. Видимся редко, когда у них отпуск. Когда лето собираемся возле моря, пожариваешь шашлык. Вовы, естественно, биться. Ну а друг Богдан Сбуровский об угрозе звездной болезни друга Писарского. Какой ставит диагноз? Вообще, вот Володя, насколько он простой, добродушный такой, иногда наивный парень. Вот то, чего он сейчас забился, это вообще никак его не сломило. Он как был таким скромным, добрым человеком, а за в чем, каким и остался. Слава Богу, его звездная болезнь не подкосила. Я надеюсь, что этого не случится, и он будет обычным простым человеком. Несмотря на то, что у него уже есть и что у него еще будет. Есть, конечно, в поведении Писарского что-то от звезды, но, возможно, это только для публики, для ее удовольствия и подпитки интереса в целом к футболу в России. А есть еще ощущение, что парень просто дорвался до настоящего футбола в своем уже немолодом по спортивным меркам возрасте и отрывается по полной программе. Кстати, о возрасте и о том, успеет ли себя Владимир максимально реализовать, его тренер Денис Александрович Ходоков. Много примеров, когда футболисты начинали играть в более зрелом возрасте, как у Владимира сейчас происходит. Я считаю так, что психологически он устойчив был по жизни всегда, и это показывает нынешняя игра. Психологическая устойчивость, она позволяет ему адаптироваться на разных уровнях футбола. Поэтому то, что он верил в себя, он не опускал руки, и с этой верой он действительно добился больших-больших-больших результатов. Но опять же, помимо веры, это было желание играть в футбол, это была любовь к футболу, это были постоянные тренировки дополнительные, индивидуальные, и тогда будет результат. Уже понятно, что коль наши участники пришли к напутствиям, мы близимся к финалу программы. Но напоследок-то все равно слово маме. Я сильно переживаю любого возни, вот футболиста. Они вот во время матча получают столько травм по ногам, на разные участки тела, ссадины, там это. Я сильно переживаю. Я его не критикую, я только вот ему говорю, молодец, умница, как держать. Всегда желаю Божьей помощи, чтобы вышел непокалеченный, удачно сыграл. Ну, то есть, конечно, мы безумно, безумно рады, что вот он на сегодняшний день лучший бомбардир, да. Елена Владимировна, мы поздравляем вас с тем, что сейчас происходит в жизни вашего сына, и благодарим за столь честный и открытый разговор. Это действительно уже финал. Огромный привет Володе Писарскому, ну и ждем от него новых голов и новых ярких выступлений. Друзья, не забывайте про наши подкасты, заходите на платформы Яндекс.Подкаст, Гугл.Подкаст, Эппл.Подкаст, ВКонтакте, а также на сайт Российского футбольного союза и Авторадио. Всем удачи, с вами были Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Счастливо! Наши парни возвращаются в детство, а помогают им в этом самые близкие и важные в жизни люди. Мама знает все.